Зачем секретность? Люди поймут, они разумны. Человек разумен, а толпа тупой, склонный к панике и опасный зверь. Полтора тысячелетия назад было очевидно, что Земля — центр Вселенной. Пятьсот лет назад все были уверены, что Земля плоская. Пятнадцать минут назад ты знал, что человек — самый разумный вид на планете. А что узнаешь завтра? Александр Виш. Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам. Глава 3. Общее устройство и основные законы. Конструктор. Жизнь. Высшая сила, высший разум. Или как вам привычнее, Бог постоянно создает что-то новое, чтобы получить новые ощущения, получить новый опыт, удовлетворить свой интерес. Однажды возникла идея создать трехмерное пространство с множеством вариантов жизни, с иным применением ряда параметров, например, такого параметра, как время. Пространство с новыми до того момента неизвестными условиями существования. Воздух, вода и иным использованием, если говорить точнее, иным сжатием энергий, что и позволило сделать этот мир твердым. Получение одного лишь мыслительного и визуального впечатления, как это было в случае с двухмерным, от воплощения этой идеи создателю было недостаточно. Новая конструкция имела уже объемный, трехмерный вид, и интерес требовал попробовать все это на вкус, на ощупь, увидеть и почувствовать придуманное изнутри. Согласись, в детстве всех вас посещало желание уменьшиться, чтобы проникнуть внутрь игрушечного домика, покататься, сидя в игрушечной машине. Одним словом, сделать реальным то, во что вы играете. Создателю подвластна такая технология. Для этого в качестве механизма впитывания новых ощущений, часть божественного воплотилась в трехмерное пространство, в виде множества отдельных энергетических образований, называемыми вами душами. Так Бог наполнил этот мир духовным, оживил его, а вашу жизнь наполнил смыслом. И смысл этот был совершенно иным, совсем не тот, в котором вы сейчас убеждены. Но я в данный момент не буду касаться этой темы, а продолжу говорить только о конструкторе жизни и вашем существовании в нем. Душа имеет совершенно другую, нематериальную структуру, и для того, чтобы она могла получить ощущение от плотного, твердого, трехмерного пространства, нового на тот момент мира, был придуман способ, как это сделать. Применительно к той части трехмерного, в которой находитесь вы, была создана специальная особенная оболочка – тело. Разработана конструкция, наделенная сознанием, человеческий организм, в которую душа имела бы возможность вплестись. Теперь пойми, запомни и прими самое главное. Вы, живущие на земле, есть души. Вы и есть та часть божественного, воплощенная в этот мир. Вы не тела. Тело – это костюм, надетый вами, на вас же. Тело – это ваш скафандр, чтобы вы могли находиться в определенных условиях, свойственных трехмерному пространству, в условиях и параметрах, обязательных для существования на планете Земля. Вы не являетесь людьми, как вы все привыкли думать, и никогда изначально ими не были. Человека в понятии отдельного, самодостаточного объекта не существует. Вы, души, воплощаясь полностью пронизываете все тело, вплетаетесь в него, правильнее сказать, обрастаете им, тем самым присутствуете в каждой клетке человеческого организма. Поэтому-то и создается ложное, но такое реальное ощущение принадлежности вас к телу. Вы думаете, что вы и есть человек. Просто такова технология, чтобы вы, души, смогли почувствовать все до мельчайших нюансов. Все создано только для того, чтобы получить ощущение. А получить такую информацию можете только вы, души, и только через свой скафандр. А значит все условия, все, что вас окружает, подстроено под вас, души, в том числе и ваше тело. Скафандр второстепенен, поэтому и смертен. Чтобы вы, души, могли менять оболочку, воплощаться вновь и получать все новые и новые ощущения. А не умереть вместе со скафандром, либо стать его рабом, если бы тело было бессмертным. Ну а какова же ваша цель? А ее нет. Нас не преследует призрак смертности, как вас. Мы бессмертны. Далее, говоря, вы чувствуете, вы страдаете, вы осознаете. Я буду иметь в виду именно вас, души. А говоря, вы думаете, вы делаете, вы меняете. В общем, под всем, что связано с физическим действием и мыслительным процессом, будет подразумеваться ваш костюм, ваше тело, ваш скафандр. Пожалуйста, помни об этом на протяжении всего нашего общения. Тебе обязательно нужно понять и пронести через себя то, что душа – это не что-то отдельно существующее от вас. Души – это вы и есть. Говоря же о душе в третьем лице, как это делают у вас практически все, вы тем самым искривляете свое сознание, отодвигаете душу на второй план и отождествляете себя с телом, ставя тело на первое место. Это и приводит к возникновению в вас страха смерти. Думаете, я знакома выражение? У меня на душе неспокойно. То есть, по вашему мнению, есть вы, а душа – это как будто что-то лежащее во внутреннем кармане вашего пиджака и что-то там не дает ей покоя. Это самая большая глупость, какую можно было придумать. Но в этом нет вашей вины. В вашем сознании переключили, подменили понимание того, кто вы есть на самом деле и для чего вы созданы. Вы – души, а через вас и Создатель, воплотившись в тела, получили то, что никогда до этого не испытывали, а именно, получили возможность посредством скафандра – тело, воспользовавшись новыми опциями, почувствовать новое, дышать, видеть, трогать на ощупь, есть, пить, доставлять через тело приятные для себя ощущения. Создатель получил все это, внедрив вас в проявленное и смотрит на мир вашими глазами. У вашего скафандра два глаза, а количество глаз Создателя не поддается подсчетам. Вы – души, и есть глаза Создателя, и не только. Вы – души, механизм получения им впечатлений и ощущений. Вы – души, часть божественного организма. А если так, если вы частицы Бога, то вполне логично, что Создатель не может посылать никаких неприятностей, проблем и испытаний. Иначе это было бы похоже на мазохизм. В изначальном, настоящем сценарии жизни, который был запрограммирован для вас, нет испытаний, страданий, мучений и чего-то подобного, что выделяет негативную энергию, ведь только это и способно сгенерировать ее. Это не имеет для Создателя никакого смысла, ведь вы – его часть. Испытания не делают вас, душу, сильнее. Забудь про весь этот навязанный вам бред. Смысл вашего визита на Землю совсем иной. И позже я расскажу о том, как явление, испытание меняет вас, души, совсем не в лучшую сторону. Можешь забыть и еще об одном ошибочном мнении, распространенном у вас. Запомни, душа не развивается. Заблуждение думать, что она совершенствуется. У души, у вас, свое предназначение, определенная функция, как у любой части целого организма. Душа, вы, есть часть Божественного, а значит, она и есть само совершенство. И воплотившись в теле, просто вместе с Создателем получают новые ощущения. Вы, души, можете только восстановиться, в случае, если в результате энергетического воздействия получите структурные повреждения. Повторю, душа – это механизм получения Богом информации об ощущениях и впечатлениях от того, что Он создал. Процессы, происходящие внутри души, не имеют ничего общего с теми процессами, какие происходят здесь, в трехмерном пространстве. Ею, к примеру, совершенно по-другому понимается такое явление, как время. Земному пониманию этого подчинен мозг. Продукт материальный, но не душа. Именно это несовпадение и является частой причиной возникновения в вас внутреннего дискомфорта. Когда вы погружены в суету, когда не успеваете чего-то сделать, ваш мозг приказывает вам поторопиться, а душа, вы, не понимает, почему и куда нужно спешить. Получить новые ощущения от замысла создателя. Создать на основе этого замысла что-то самому и получить ощущение уже от придуманного вами. А также дать возможность поучаствовать в аттракционе Земля другим душам, создав для этого новые тела, скафандры. В этом и заключен главный и единственный смысл вашего существования. Это и есть ваши души предназначения. Так задумано. Все остальное искусственно выдумано и навязано вам. Кем? Расскажу чуть позже, а пока продолжу. Эй! Да доплетите его. Этот не поверит. Эй! Что тут происходит? Вот взгляните. Вопросы будут терзать его до конца дней, он не перестанет искать ответы, он не отступит. Придется присматривать за ним вечно. Чтоб не сказал лишнего. Нескончаемый волновой эффект. Что вы, черт возьми, такие? Мы тем, кто смотрит, чтобы все следовало плану. Для того, чтобы все на Земле не превратилось в хаос, все было запрограммировано, точно так же, как запрограммировано все в трехмерное пространство и все остальные измерения. Был создан сценарий, программа вашей жизни, который идет по спирали, у вас он зациклен и движется по кругу. Были расписаны роли, для чего вы, души, надеваете тела. Словно обрастая ими, рождаетесь, играете свою роль по своему сценарию, получаете новые ощущения, собираете информацию, выполняете свою программу. Затем вы снимаете тело, чтобы пойти дальше за новыми впечатлениями в других мирах. Либо вернуться и снова воплотиться на Земле, если понравилось. Теперь попрошу тебя быть крайне внимательным. Ваш сценарий, сценарий Земли, был изменен и зациклен. И, как я уже сказал, теперь все повторяется по кругу. Начиная с первобытного вида, все заканчивается цивилизацией, с высокими технологиями, но постоянно и неизменно приводящей себя к глобальному катаклизму. В пределах одного такого сценарного цикла, для вас, души, доступно достаточно большое количество реинкарнаций. То есть, можно прожить множество жизней, но с одним условием, только по прописанным в сценарии ролям. Что такое роли? Роль – это сюжет одной вашей жизни, одного вашего воплощения, то, кем вы будете, например, по профессии. Одним словом, ваше определенное свыше участие в игре «Земля» смонтированными для этого в ваш скафандр программами, составляющих спектр ваших интересов. Поясню наглядно, как выглядит роль в сценарии. Представь, ты родился, воплотился в новом скафандре, живешь в каком-то городке. Ты разработчик компьютерных программ, и все твои действия в твоей жизни направлены на осуществление твоих интересов в этой области, и есть роль, которую ты играешь. У тебя прекрасные соседи, допустим, врачи, у которых однажды по их сценарию меняются обстоятельства, и они уезжают. Место следующего воплощения непредсказуемо. Ты можешь родиться в любом уголке земли, но нередко это происходит совсем рядом с тем местом, где прошло твое предыдущее воплощение. Это зависит от целого ряда причин, о которых позднее я расскажу тебе. Одним словом, в следующий раз ты вполне можешь воплотиться в одного из правнуков твоих соседей, сыграть уже его роль потомственного врача. Узнав однажды, что твои родители ранее жили в другом городе, и их соседями были прекрасные люди, у которых сын был талантливым программистом, но то, что это был ты, ты никогда не вспомнишь. Вы заглянули за занавес, о существовании которого не должны были знать. Видимо, это шок. Существует вероятность воплощения в своих потомков, и ты вполне можешь воплотиться в своих же внуков, правнуков. Поэтому-то и не стоит обижать своих детей, иначе в воплощении правнука ты, возможно, будешь испытывать сложности, которым поспособствовал твой прадед, не подозревая, что твоим прадедом и был ты. Но даже если ты воплотишься совершенно в другом месте, что чаще всего и происходит, то в любом случае будешь ощущать на себе последствия действий своих предков. Уточню только, что речь не идет о карме, это иное. Если брать особенность вашего сценария, где все зациклено и постоянно все повторяется, то в масштабе циклов, когда начнется новый цикл и сценарий снова дойдет до этого момента, то кто-то из душ может воплотиться в ту роль, которую проживаешь сейчас ты. Или в одного из твоих соседей и также, согласно сценарию, уехать, то есть сыграть теперь их роль. Возможно, в другом цикле их будут звать чуть по-другому и жизнь их будет чуть отличаться в мелочах, но основные их действия будут теми же самыми. Все точно, как прописано. В вашем незнании о цикличности, о постоянном повторении сценария кроется множество ваших заблуждений. К примеру, о машине времени и параллельных мирах. Об этом мы тоже поговорим, но позже. Где вы, души, воплотитесь в человеческое тело в следующий раз? В какой местности? В какой стране? Повторю, это рулетка. Это условия игры. В этом есть то, что привлекает интерес, элемент неизвестности, сюрприза. Но поверь, все роли прописаны. При новом рождении тебе дается совершенно новый скафандр с совершенно новым и абсолютно чистым блоком памяти, мозгом. И в нем нет никакой информации о твоей прошлой жизни. Ты, душа, поначалу помнишь о том, что у тебя уже были предыдущие воплощения, но довольно скоро эта информация блокируется мозгом. Во избежание нарушения тобой, уже как скафандром, прописанного для тебя сценария, прописанной роли. Таковы условия игры Земля, как, впрочем, и иных планет трехмерного пространства. Запомни важное. Души не имеют ролей. Роли играют скафандры с воплощенными в них душами. Что такое души? Души – это вы. Вы часть общей конструкции Бога, его организма. Вы его орган насязание, обоняние, вы его глаза, его опыт. Одновременно, являясь частью единого целого, в силу особенностей конструкции организма создателя, в вас есть то, что позволяет вам существовать как бы дистанционно от него. И иметь, в вашем случае имели ранее, полную свободу в выборе места вашего воплощения. Вы можете решить воплотиться на земле в виде человека еще раз, или продолжить путешествие, воплотившись на других планетах, или вовсе в других измерениях, получить новые ощущения в новой идее создателя. Вы не сильнее и не слабее Бога, так как вы его неотъемлемая часть, а значит вы, души, обладаете той же энергетической силой. Основная функция души ваша функция. Сбор информации и передача этой информации создателю. Это ваша души, специализация. Вы созданы для этого, вы механизм для выполнения этой задачи, этой программы. Возможно печально узнать о том, что вы лишь почка, очень важный орган, но не главный в организме. Но лучше знать правду, а не тешить себя иллюзиями. Понимаю, грубый пример, но делаю это для лучшего и правильного понимания. Вы очень важная часть создателя, но только часть. Сбор информации и получение вами, душами, ощущений в трехмерном пространстве происходит посредством костюма. Что вы надеваете при рождении? И этот костюм ваше тело. Что такое тело? Как я уже говорил, тело это скафандр, оболочка для души, механизм получения вами душами, через него новых ощущений. Повторю, в момент воплощения вы словно обрастаете телом и подсоединяетесь к центру управления вашим скафандром, мозгу, через который вам и становятся доступными новые, неизвестные для вас опции. Тела созданы таким образом, что имеют свой срок использования с неизменной программой самоликвидации путем отключения параметров жизнедеятельности по причине износа, в вашем случае часто из-за болезней. Если бы тела были бессмертными, то это стало бы тюрьмой для вас, для душ, и частично бы для самого создателя. В этом случае вы бы увязли в этом пространстве, лишившись возможности продолжить путешествовать, воплощаясь в разных мирах, разных измерениях, что на самом деле является вашим главным предназначением. Нет ничего бесконечного и вы души тоже можете погибнуть, у вас также есть срок жизни, который в миллионы раз длиннее жизни тела, но тоже не бесконечен, а воздействие вируса и вовсе сокращает его до минимума. Кстати, будет сказать, что по разным причинам, основой которым является присутствие вируса вследствие сильной мутации и сложных условий существования, срок годности ваших скафандров тоже уменьшился в несколько раз. Расскажу еще об одной особенности, относящейся к конструкции жизнедеятельности скафандра. У тел есть охранная система, вы называете это ангелами-хранителями. Но имеете ошибочное представление, на самом деле это выглядит иначе. Вы что ангел? Нас звали и так, но мы скорее смотрители, которые живут намного дольше людей. Охранная система ангелы-хранители это программа корректировщик вашего сценария. Задача охранной системы заключается в том, чтобы все шло как прописано. Наша задача удержать вас в рамках плана, это все что нам позволено. Иногда в нужный момент скорректировать ваши действия или увести от опасности, чтобы вы могли продолжить выполнять свою программу, могли продолжить играть свою роль. У нас проблема. Что? Дэвид Норрис отклонился от плана. Ты чтоб его... Защиты ради защиты нет, симпатий тоже. Все очень четко и без эмоций. Вы делаете большую ошибку отчеловечивая, придавая человеческие черты охранной системы, наделяя ее человеческими эмоциями. Как он ее нашел? Случайность. Заметил на улице. Не надо было вообще позвать им встретиться. Но так протокол диктовал. Мы не читаем ваши мысли, не слышим их, но принимая решение, ваш разум взвешивает варианты. Вот когда вы уклоняетесь от плана. Повторю, все выглядит иначе. Как? Понимание этого вам будет недоступно, пока вы находитесь в теле, пока вы находитесь на земле. Я как-то расчувствовался, решил просмотреть свитки с ее работы и наткнулся на описание планеты, которую она считала уникальной и самой красивой во всех своих владениях. Помнится, она назвала ее Земля. Земля. Это ведь часть твоего наследства, братец. Меня так растрогало ее описание, что я подумал, может, есть надежда, что ты захочешь с ней расстаться? Тит, ты невнимательно смотрел на свитки. Эта планета стоит больше, чем все твои владения. Серьезно? Что такое Земля? Земля это в определенном смысле живой организм, как и все другие обитаемые планеты. Это своеобразный компост, фабрика с возобновляемыми ресурсами для обеспечения вас всем необходимым для существования на ее поверхности и предоставления тем самым возможности выполнения вами вашего предназначения. Уточню, что речь не идет об ископаемых. Землю нельзя трогать, она сама накормит и напоит. Похвально, только бестолку. Это почему же бестолку? Ну а как вы там без паспортов харагма? Не купить, не продать. Пустым желудком долго не протянешь. Стив сюда сама. Можно грибами, ягодами запастись, овощи, абрикосы те же. Тише. Можно выращивать продукты питания. Этим вы не тревожите и не изменяете землю. Это ее предназначение. Для этого она и создана. стив сюда сама. Чай пить будем. Шипов никого и но если вы полезли внутрь не в целях изучения, то этим вы нарушаете второй закон создателя. Закон невмешательства. О законах чуть позже. И можете погубить планету. Для гармоничного существования фабрики жизнеобеспечения есть внутренние и внешние механизмы. К внешним относятся насекомые кроме паразитов и кровососущих и животные кроме хищников. На самом деле их предназначение обслуживать землю, а не желание и потребности человека. Именно поэтому эти механизмы за ненадобностью лишены многих параметров человеческого скафандра. Их устройство совершенно иное. все процессы происходящие под поверхностью земли, включая все то, что произрастает из нее, относится к внутренним механизмам жизнедеятельности планеты. Там, уверяю тебя, тоже все продумано. Согревает вас планета. Основное тепло вырабатывает сама земля, а не солнце. Ведь атмосфера, благодаря существованию, которой вы ощущаете солнечное тепло, тоже часть механизма земли. Ваша звезда источник света и энергии, но вы практически потеряли знание о том, как можно использовать ее. Вы все еще существуете благодаря внутреннему механизму земли, в который вы так бесцеремонно вмешались, изменив климат, положение планеты и условия жизни, подчиняясь потребностям вируса, следуя поискривленному им сценарию. Что такое сценарий? Сценарий это определенная запрограммированная цепь событий и ситуаций, поворотных моментов вашей жизни, полностью прописанных и которые произойдут в любом случае и при любых обстоятельствах. Она вышла за рамки своей модели. Взгляните на ее досье. Дважды она подобного не простит. Нет, что-то не так, я уже вижу точки будущих пересечений. Существует два вида сценария общий и индивидуальный. Один общий сценарий Земли со всеми прописанными событиями и миллиарды индивидуальных сценариев отдельно для каждого человека, но плотно привязанных к сценарию общим. Теперь также образно и предельно просто и понятно расскажу о том, как на самом деле выглядит твоя или любого другого человека жизнь в одном отдельно взятом воплощении. О том, как проявляется и действует в вашей жизни сценарий. Представь мысленно нарисуй длинную линию, затем нарисуй на этой линии несколько точек, соедини между собой соседние точки еще несколькими линиями, дугообразными над основной линией и несколькими такими же под ней. Прямая линия это ваша жизнь, точки это события, которые прописаны и которые обязательно произойдут в вашей жизни. Дугообразные линии, соединяющие эти точки есть вариации, непредсказуемая, но если необходима корректируемая часть сценария. Траектория вашей жизни сегодня подлежала корректировке. Вы должны были пролить на себя кофе при входе в парк. Вы бы вернулись переодеться, пропустили автобус и прибыли бы на работу десятью минутами позднее. Это варианты того, как вы пройдете путь от одной точки до следующей. Количество вариаций между соседними точками практически не медиумы, которые умеют считывать информацию с информационного поля, ту, что связана со сценарием, предсказывая будущее, называют именно точки, но не вариации, так как в сценарии дана информация только о точках. Вариации, как я уже сказал, непредсказуемы, в отличие от точек, которые можно прочитать как прошлые, так и будущие. Вариации тоже можно увидеть, но только пройденные, где уже прописалась информация. Точки могут располагаться друг от друга по времени буквально в двух-трех днях, а могут быть на расстоянии недель, месяцев и даже нескольких лет. Сама точка это не мгновение, в ней можно находиться от нескольких минут до нескольких дней. Все зависит от того, что в ней прописано. Например, может быть прописано ваше пересечение с нужным человеком для продолжения сценария, или вам суждено кому-то в чем-то помочь уже для продолжения его сценария. Здесь могут быть запрограммированы события, которые положат начало новой вариации, которая обязательно наступает после точки. Неверно думать, что в точке запрограммирована каждая секунда. Если рассматривать более подробно, то точка это скопление запрограммированных мгновений, очень тесно связанных между собой. И такое же скопление микровариаций между точками для того, чтобы у вас не возникало ощущения несвободы. Полностью запрограммированы без исключения только две точки рождение и естественная смерть. Момент истины. Опасные аномалии и фундаментальный дефект системы сходятся в точке одновременного завершения и начала. Итак, запомни, точки это то, что с вами точно произойдет, а как вы доберетесь от одной точки до другой, то есть как пройдет вариация, это ваша почти свобода выбора. Почему почти? Потому что существует корректировка тех ваших действий, которые могут привести к разрушению сценария, к вашей либо чьей-то случайной смерти в момент, когда вы находитесь в вариации или привести к нарушению хода сценария и корректировка это осуществляется охранной системой, ангелами-хранителями. Вы что ангел? Нас звали и так, но мы скорее смотрители, которые живут намного дольше людей. В вашем случае есть еще одна структура корректирующая ваш сценарий, чуть позже я расскажу тебе о ней. Также в корректировке в вариациях можно отнести ваши совсем не случайные встречи с людьми, для чего прописывается сразу по несколько вариантов таких пересечений. Технология создания сценария настолько высока по уровню, что у вас часто возникает ощущение, что многое не может быть предсказуемым. Кстати, характер непредсказуемости вариаций дает основание приверженцам некоторых теорий о построении мира ошибочно думать, что жизнь есть хаос. Действительно, иногда это может показаться таковым, но основная прямая линия словно магнит притягивает к себе основному пути. Поэтому, как бы далеко вы не ушли, в следующую точку вы обязательно придете. Для этого существует система механизм возвращения вас из вариации к точке. В ваш мозг прописана информация о вашей роли, прописаны определенные мысли, которые корректируют ваши действия и желания. Да, да, и желания. И эти мысли возвращают вас с вариацией в очередную точку сценария. Вы думаете, что вы сами так решили? Думаете, это ваши желания? На самом деле, вы уже идете по программе и даже если вы услышав об этом не согласитесь и скажете, что вы хозяин своих мыслей. Решив в этот момент сделать спонтанное действие, например, бежать голым по улице и побежите, то знайте, это скорее всего даже не вариация, а точка, где вообще все запрограммировано. В том числе и ваше несогласие и это ваша пробежка голышом. Но если все настолько запрограммировано, то получается, что жить совсем не интересно. Ты глубоко заблуждаешься, Алекс. Во-первых, ты можешь знать о том, что произойдет далее по сценарию только тогда, когда ты находишься вне воплощения, вне жизни на земле, в своем настоящем виде, в виде души. Воплотившись же в теле, тебе дается новый мозг, великолепный блокиратор и ты уже не подозреваешь о том, что тебя ожидает буквально через минуту и не помнишь ничего из того, что было в твоем прошлом воплощении. У тебя абсолютно чистый новый мозг, где еще нет ни знаний, ни умений, даже координация движения и та отсутствует. В начале новой своей жизни вы душа. Как я уже говорил, еще помните о наличии своих предыдущих воплощений. Но мозг достаточно быстро блокирует всю информацию и происходит это максимум за первые 7 лет. Если бы этого не было и все все помнили, то все бы пытались вернуться к своим по телу родным из прошлой жизни. И тогда бы потерялся весь смысл идеи получения новых ощущений. Все превратилось бы в неуправляемый процесс, в хаос. И в этом случае жизнь была бы точно неинтересной. В качестве утешения напомню, что не всегда вы реинкарнируете в совершенно другое место. Нередко вы снова появляетесь рядом. Вы свой же внук, внучка или правнук, правнучка. Но этого по условиям игры вы никогда не поймете. Во-вторых, как я уже сказал, запрограммировано не все, а только те события, что находятся в точках. Есть вариации, а это полная свобода выбора. Причем свобода, длящаяся достаточно большое количество времени. Ведь точки, где все запрограммировано, в совокупности занимают не более 10% всей вашей жизни. Все остальное время вы свободны. Как пройдут вариации, предсказать никто не может. В это время вы можете делать все, что угодно, поступать, как вам хочется. а если вы начнете делать что-то опасное для себя или окружающих, способное повлиять на продолжение сценария, то не волнуйтесь, ваша охранная система тут же скорректирует ваши действия. Если же охранная система не вмешалась в какой-либо негативной ситуации, то значит информация была изменена и прописана в вашем искривленном вирусной системе сценарии. В-третьих, самое главное, разделите сценарий и ваше предназначение, вашу истинную цель существования на земле. Сценарий существует для того, чтобы все не погрязло в хаосе. Сценарий это каркас жизни, где у вас есть 90% свободного времени. Ваше истинное предназначение получать наслаждение от новых ощущений, посмотреть мир и ощутить красоты земли и все нюансы трехмерного пространства. Восхититься великолепием придуманным создателем. Ваша роль в сценарии создана только для того, чтобы почувствовать все это и ваша настоящая жизнь не сценарий. Сценарий просто путеводитель в одном из многих миллиардов мест, навигатор, карта прохождения, причем имеющий очень короткий срок действия, после чего вы вновь становитесь тем, кем вы являетесь, душами, а затем вновь воплощаетесь. И уверяю тебя, скучно не будет, ведь в истинном сценарии миллиарды ролей с очень интересными сюжетами для всех вас. Перевоплощайтесь и играйте новую роль, живите в новом месте, получайте новые ощущения. Роли, сценарии, это и есть игра и ее правила, но ваша жизнь это совсем иное, не путайте. Вы надели маскарадный костюм на утренник, но вы не являетесь этим персонажем, вы прекрасно понимаете, что вы через какое-то время его снимете, а затем вернетесь домой. Сама цель и предназначение вашего существования совершенно иные, нежели то, в чем вас убедили. Вам выдают сценарий за смысл и цель вашей жизни, за саму жизнь. Это не так, все это имеет отношение только лишь к короткому отрезку времени. В вашей души основной настоящей жизни. Об этом мы потом очень подробно поговорим, но запомни уже сейчас твоя настоящая жизнь, не сценарий. И еще, знать сам принцип и знать сюжет это совсем разные вещи. Знание о самом принципе не сделает вашу жизнь скучной. Это могло бы произойти, если бы вам был ведом сюжет, но его вы не узнаете никогда. Образно вы отправляясь на аттракцион в парке, понимаете его принцип, но это не делает ваш интерес меньше и не мешает вам получать приятные ощущения. И сейчас, перед тем, как рассказать тебе о том, что же произошло на земле, почему все так изменилось и почему происходящее в вашей жизни так не похоже на то, как должно быть. Я дам тебе информацию о самом главном, о законах, по которым живет все мироздание. 5 главных законов. Все в этом измерении, как впрочем и в других, подчиняется вселенским законам, законам создателя, но не совсем тем, которые известны вам. То, что вам доступно, это только пояснение к ним, сохранившееся у вас в виде заповедей. То, о чем пойдет сейчас речь, вычеркнутая из вашей жизни, это корень, которого вас лишили, тем самым подкосив и изменив ваше сознание. Как я уже говорил, для того, чтобы все не погрузилось в хаос, многое изначально было запрограммировано, благодаря конструкции сплетения духовного и материального, а именно соединение души и тела душою в ваше скафандр сознание, внедряется коренная информация об определенных правилах игры, которые исключают возможность изменения конструкции мироздания. И правила эти были даны в виде основных законов, определяющих условия вашего существования в этом пространстве. Это фундамент, который позволяет вашему сознанию оставаться в своем первозданном, неискривленном виде. Это то, что проецируется на все остальное, на ваши идеи, действия и поведения. Абсолютно все, что вас окружает, является либо источником энергии, либо потоком энергии, имеющим силу, степень сжатия, направления и скорость. Энергия – исходный строительный материал мироздания. Из энергии, из ее потоков и была создана вся конструкция трехмерного пространства. Законы же призваны предотвратить изменения параметров этих потоков, исключить повреждения конструкции. Существует пять основных законов и сейчас я назову их и дам пояснение. Это начало всех знаний, это то, от чего ты будешь отталкиваться в понимании как своих собственных мыслей и действий, так и всего происходящего вокруг тебя, в твоей повседневной жизни, а также для понимания и выбора правильного пути к последующим ступеням твоего познания. Итак, все создано из единого целого, все едино и принадлежит одному. Поясню, все без исключения, что окружает вас, что вы видите, идет из точки, из центра, из глобального источника генерации энергии, разрастается, расширяется, поэтому все есть и продолжает быть единым целым, родственным друг другу, дополняющим друг друга, но не противоположным. Все вокруг, абсолютно все, это идеи создателя, это его конструктор, это он сам. Никто не вправе, кроме создателя, изменять эти законы или создавать новые, либо внедрять поправки и исключения, так как это его территория. Первое и основное не насилие, закон любви. Закон любви гласит, никакого насилия, давления, в любом виде и проявлении, в любых действиях и даже помыслах. В любом варианте и ситуации только любовь, только доброта так и должно оставаться. Поясню для тел, скафандров, если в результате любых ваших действий, даже тех, которые, по вашему мнению, являются добрыми или являются приятными для вас, но кому-то от них становится плохо, то это считается насилием. Никто и ничто, никому и ничему не должно причинять боли, страданий и тревожных волнений. Даже незначительное эмоциональное давление будет расценено как насилие, так как это создает целую цепь искривлений. Это относится к любому виду насилия, от самого незначительного до самого крайнего до убийства. Даже если вы в рамках самообороны случайно убиваете кого-то, то это тоже насилие, так как это вызывает боль и страдания родных убитого. Они не посылали его убивать вас, невиноваты и страдают по-настоящему, но поддались, как впрочем и вы, обману, поверив в сказки о врагах и героях. Убивая, прерывая жизнь человека или животного, вы нарушаете основные законы, искривляете пространство, вносите сбой в информационное поле, оказываете негативное влияние на конструкцию, прерываете существование того, что вами не создавалось и должно было иметь продолжение, то есть нарушаете замысел создателя, изменяете им задуманное, из этого вытекает второй закон. Я много раз объяснил, все устроено абсолютно правильно, все работает на исполнение замысла, ты не сможешь ничего подкрутить. Второе неизменность задуманного закон невмешательства закон невмешательства гласит никакого искривления потоков энергии, пространства и времени в любом виде и проявлении, в любых действиях и помыслах во всем, что могло бы привести к этому, только созерцание и полное невмешательство в содеянное сущим, так и должно оставаться. Поясню для тел, скафандров, все должно идти так, как задумано создателем, в том темпе, как задумано, с тем же пульсом и в том направлении, как задумано. Все, что окружает вас, не ваше, идет воплощение идеи, не мешать, никакой суеты, это искривляет время. Не вами придумано, значит не ваше, а значит не вам что-то менять, вы просто пользуетесь тем, что уже сделано, фиксируете, собираете информацию и получаете ощущения. Здесь важно не спутать искривления и изменения, создание чего-либо нового внутри идеи, изменение возможно, но только в созидательном направлении и при условии выполнения первого закона ненасилия, тогда это не нарушит жизнеспособности замысла создателя, не изменит сценарий и не вызовет обратной волны в виде компенсации, исправления и приведения в начальный вид. Из этого вытекает третий закон. Третье компенсация, закон равновесия, сохранения баланса. Закон равновесия и сохранения баланса гласит, все продумано и сбалансировано и любое искривление будет исправлено и приведено в изначальный вид, либо компенсируется для сохранения баланса и спокойствия, равновесия и продолжения задуманного. Так будет всегда и так должно оставаться. Поясню для тел, скафандров. Нет силы, которая способна изменить божественное навсегда. Нет силы равной божественной. Это все равно, что вы, оказавшись в потоке горной реки, с очень быстрым течением, встав, попытаетесь замедлить или остановить это течение. Все ваши сопротивления будут тщетны. Река продолжит свой путь. И дело здесь не в уровне мощности божественной силы. Все гораздо проще. Создатель, автор всего, что вас окружает. Он хозяин и единственный жилец в им же построенном доме. Но самое важное, что тебе нужно уяснить и запомнить, это то, что речь в этом законе не идет о сравнении добра и зла и сохранении баланса между ними. В таком сравнении кроется подмена. Это внушенное ваше сознание мнение, чтобы оправдать само существование зла. Изначально зло не существует. Повторю, изначально. То есть его нет и не было в замысле. Повторю, создатель единственный жилец. Есть да и есть нет. Есть положительно и отрицательно заряженные частицы. Есть одобрение и непринятие. Но все это не имеет никакого отношения к добру и злу. На самом деле есть только то, что вы принимаете за добро. И под равновесием подразумевается не баланс между добром и злом, а баланс между действием и бездействием. Между духовным и материальным. И баланс вашего отношения и интереса к этому. Есть любовь. Есть энергия радости. Есть созидание. Есть интерес. Есть мечта. Есть душевное спокойствие. Все это и есть добро. Это и есть ваша настоящая жизнь. Все это сплетено в единое целое. Сбалансировано, уравновешено и является слаженным механизмом, создавая почву для равенства возможностей. Из этого вытекает четвертый закон. Четвертое. Равенство. Закон равенства гласит, все созданы равными, рождены равными в равных условиях, в равенстве возможностей для воплощения разнообразия задуманного. Так и должно оставаться. Поясню для тел скафандров. Все вы равны и одинаковы внутри, разнообразны лишь ваши скафандры. Таков замысел. Вы равные частицы Бога. Вы все равны перед Богом и все равны между собой. Скафандр, второстепенен, это только оболочка, созданная для разнообразия игры. Нет, да и не будет среди вас начальника и подчиненного. Но только уважение равного и любовь. Нет умного или глупого. Есть учитель, дарующий опыт свой, ученику своему. Иными словами, нельзя создавать иерархические модели, основанные на использовании и тем более на унижении себе подобных. Это разрушает конструкцию мироздания, создает искривление энергетических потоков. Все рождены равными, а значит свободными, что в том числе создает и свободу в выборе. Из этого вытекает пятый закон. Пятая. Свобода. Закон свободы гласит, все созданные абсолютно свободными, все создано быть абсолютно свободным, живущим по законам сущего, так и должно оставаться. Поясню для тел, скафандров. Никто никому не принадлежит. Все и все принадлежит только создателю. Вашего ничего нет. Исходя из этого, никто никому ничего не может быть должен. Все строится на добровольной основе. Если вам нравится принадлежать кому-то, принадлежите. Это ваше право. Вы свободны в выборе, но никто не вправе требовать от вас принадлежать ему. И вообще что-либо требовать от вас без вашего согласия и желания. Так же, как вы не вправе осуществлять действия, лишающие других свободы и свободы выбора. Уважайте свободу ближнего своего, как уважаете свою свободу. Лишение свободы – это насилие. Из этого вытекает первый закон. Таковы основополагающие законы, по которым живут все, населяющие трехмерное пространство и другие измерения. И все эти законы грубо и полностью нарушены на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Кто вы такие? Мы служим богине. Ты ее избранник. Это оружие тебе. Следуй нашим повелениям, и ты станешь правителем Барсума. Ни покорных не будет.